США ввели санкции против Мосбиржи и НКЦ. Это именно то, чего многие боялись и о чем я говорил уже достаточно продолжительное время. Это было всего лишь вопросом времени. Вот и прилетели нежданно-негаданно эти вот достаточно неприятные санкции. Всем привет! Вы находитесь на канале про деньги и рынки. Дмитрий Шев. В этом видео обсудим с вами, что грозит нашему фондовому рынку, как завтра откроется наш рынок, что будет с валютами. Обо всем об этом поговорим в этом видео. Поэтому, как обычно, смотрите это видео до конца, не перематывая, вам все станет предельно понятно. Ну а чтобы не пропускать новые выпуски, обязательно подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик. Итак, ну нежданно-негаданно прилетели вот именно эти санкции. На самом деле, Московская биржа будет говорить о том, что она готова к этим санкциям. Ну в принципе, она уже неоднократно этого обозначала, но по факту, к чему это приведет. Давайте посмотрим с вами суть данных санкций. Значит, Московская биржа и Национальный клиринговый центр, входящий в ее состав, подпали под блокирующие санкции США. НКНЦ фактически является главным центром по учету биржевых сделок с валютой России. К чему это, собственно, приведет? Смотрите, я уже неоднократно говорил, уже не один месяц, не один год после всеми известных событий о том, что рано или поздно и главным ударом это будет введение санкций на НКЦ. Соответственно, те, кто покупал валюту безналичным способом, у брокеров, у банков на брокерские счета, эти деньги просто-напросто будут заморожены. Соответственно, расчетов в безналичном варианте у нас на бирже с этого момента просто-напросто не будет. И та валюта, которую покупали безналичным образом, она будет заморожена. Я уже неоднократно говорил о том, что покупать безналичную валюту просто-напросто нельзя. Если вам нужна валюта, покупайте ее наличным и храните, скажем, под подушкой. Вот. К чему это приведет? Давайте посмотрим с вами комментарии московской биржи на одном из постов в моем бесплатном телеграм-канале. Подписаться нужно на который обязательно. Ссылочка в описании под видео. Итак, о проведении торгов на московской бирже. В связи с введением санкций. Давайте с вами прочитаем. Значит, что нам важно здесь увидеть. Вот. Торги будут проводиться соответствующим регламентам московской биржи с завтрашнего дня. Но за исключением расчетов в долларах США и в евро, то есть и доллар, и евро завтра проводить расчеты не будут. Торги будут завтра просто-напросто остановлены. Как это повлияет на акции фондового рынка? Во-первых, во-первых, я считаю, что первым, кто завтра обвалится, это акции московской биржи. Это просто-напросто первым, кто отреагирует на эту ситуацию. Ну и, естественно, начнется паника, потому что санкции на самом деле серьезные. Если нам говорили о том, что московская биржа готова к этим санкциям, центральный банк готов к этим санкциям, который говорил еще год назад о том, что он готов к этим санкциям. По факту мы с вами вспоминаем все такие ситуации, когда фактически у нас получается так, что готовы-то готовы, но в итоге оказывается, что не готовы. И начинается паника, это как снежняком накапливается. Соответственно, все у нас просто-напросто обваливается, что завтра, скорее всего, на фондовом рынке и будет. Здесь нужно понимать, что одним из главных, кто от этого может пострадать, это наши экспортеры. И основными паникерами, как это может не странно звучит, будут дружественные страны, скажем, арабские страны и так далее. То есть, они будут продавать наши активы. В связи с чем, завтра вполне, с большой долей вероятности, у нас на открытии будет достаточно большой гэп вниз по рынку акций. Но это, опять же, приведет к тому, что на рынке будут ловить маржин колы. То есть, мы в предыдущей неделе это с вами наблюдали, когда падал Газпром. Соответственно, мы будем сейчас это наблюдать. Панические продажи, за ними следуют маржин колы. Соответственно, наши акции просто-напросто будут, на мой взгляд, валиться вниз. И я вот ранее говорил о том, что, на мой взгляд, рынок у нас не допадал. Я его ждал пониже, к уровню 3000. Но у нас начали выкупать достаточно рано. То есть, на 1-2 данного боковика. Уровень 3000-3280. Ну и по последним торговым дням, если мы с вами обратим внимание, то рынок был достаточно слабый. Возможно, кто-то обладал инсайдерской информацией, как это бывает. И заранее продавали, либо не покупали. Я же и подписчики, кто подписан на мой YouTube, на мой Telegram-канал, на мой приватный Telegram-канал, где я показываю свои сделки, знают о том, что я на отскоке здесь, на текущей неделе, в понедельник, во вторник, бумаги позакрывал практически те, которые покупались на отскок. Это и Транснефть, 10-го, была закрыта с прибылью. Это и ВТБ, была закрыта с прибылью. Это можно посмотреть по табличке, которую я веду по торгам в рамках приватного Telegram-канала. И на текущей неделе, поддельник, вторник, Алроса, Транснефть. То есть, 3 сделки по Алроса и 2 сделки по Транснефть. И было на текущей неделе забрано практически 7% по текущим сделкам. Ну и, соответственно, я и подписчики моего канала находятся практически в кэше, в большей части. Вот у меня кэш более 80%. Соответственно, я к любому балу готов. Я никогда не советовал покупать на все депо. Я четко указываю уровни, где покупать можно, где можно продавать. Обо всем об этом я пишу в своем приватном закрытом Telegram-канале. Здесь же я пишу и свои сделки. Подписаться на которые, если вы хотите читать мою аналитику, можно по ссылочке в описании под видео. Ну и думаю, что завтра будет такая прекраснейшая возможность достаточно хорошего дисконта по нашему рынку акций. Ну а те, кто слушает различных инфо-цыган, кто по уши в акциях, причем куплены на хаях, но будет чувствовать себя достаточно некомфортно, потому что убытки в целом по депозиту будут еще больше расти. А когда у вас составляющая акции в небольшом, скажем, сегменте, скажем, процентов 20 на весь депозит, а остатшаяся часть, скажем, в фондах ликвидности, на вкладах и так далее, соответственно, у вас вся эта просадка по каким-то небольшим позициям полностью с лихвой компенсируется. Ну а частью депозита вы, скажем, спекулируете. А когда вы по уши в акциях, причем купленных на хаях, но каждое снижение для вас убыток, ну а для тех, кто в кэше, каждое снижение – это возможность в дальнейшем, в будущем, это снижение превратить в прибыль, когда рынок начнет разворачиваться. Вот, собственно, вся арифметика. Все ссылочки находятся под видео в описании. Первая ссылка – это подписка на приватный закрытый телеграм-канал платный, где я пишу свою аналитику в режиме онлайн каждый день, нахожусь у компьютера, свои сделки и различные описания по бумагам. Ну и третья ссылка – это подписка на бесплатный телеграм-канал новостной, где я выкладываю все важные новости со своими комментариями. Обязательно проходите, подписывайтесь, потому что, чтобы быть в курсе, понимать, как действовать, нужно читать правильную аналитику. Я не говорю, что моя аналитика – она лучшая, но она в большинстве своем является такой достоверной и правильной. Кто подписан на мой канал, уже знает, что моя аналитика на большинстве своих случаев сбывается. Ну и если говорить по рынку, значит, куда наш рынок завтра может припасть? Вот, на мой взгляд, это уровень 3000. То есть, как я ранее говорил, что мы не допадали, поэтому я с осторожностью здесь выкупал бумаги, то, на мой взгляд, вот эта вероятность теперь падения как минимум будет стремиться к уровню 3000, то есть к нижней границе данного широкого боковика. И даже если начнется какая-то паника, мы можем уйти на такую давнюю цель снижения, это уровень 2800. На чем еще раз паника? Давайте подытожим, может быть. По факту у нас санкции на НКЦ, то есть приостановка электронных торгов валютами недружественных стран, евро, доллара. От этого будут страдать наши экспортеры. Это будут страдать наши экспортеры, которые принимают в расчет как раз-таки эти валюты. Но, естественно, у нас будет какой-то внебиржевой курс, который будет контролировать Центральный банк. Но вот этих электронных торгов у нас по факту сейчас не будет. Санкции на Мосбиржу безусловно приведут к панике. Пусть бы кто что ни говорил, что Мосбиржа готова к санкциям, безусловно будет паника. И завтра с открытием мы с вами это вот прямо увидим. Паника, морженколы, падение. Поэтому будем с вами наблюдать, но вот эти санкции, которые их боялись, все-таки прилетели. Причем прилетели вот нежданно, наверное, на сегодняшний праздник, да, Дня России со стороны США. Но, к сожалению, мы живем в таких реалиях, что санкции только увеличиваются. И каких-то послаблений ждать, конечно же, не стоит, друзья. Ребят, подписывайтесь обязательно на канал, вступайте во все наши сообщества. Завтра будет на бирже жарко, поверьте. Всем хороших входных. Не хотел сегодня снимать видео, но по такому случаю пришлось дать свои пояснения. Всем удачи. Всем пока-пока. Завтра встретимся с подписчиками в режиме онлайн. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok